Добрый день! Мы продолжаем знакомиться с белорусами, которые по разным причинам покинули нашу страну и ищут свою новую землю за ее пределами. Сегодня мы в Италии, в северной Италии, конкретно в Милане. Итальянцы действительно очень общительные люди. И первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в Италию, именно это их национальная черта. И они умеют получать удовольствие от жизни, абсолютно от всего, что есть в итальянской жизни. Но самое главное, это именно общение. Можно ли научиться у итальянцев получать удовольствие от жизни, от каждого мгновения этой самой жизни? Можно ли выучить своеобразный язык жестов итальянский? Ну и, конечно, как живут сейчас итальянцы в условиях локдауна, тем более, что это сверхобщительные итальянцы. Мы сейчас ее узнаем у Полины Казимирской. Фоленька, привет. Добрый день, Аллочка. Бонжорно. Огромный привет из Италии. Да, бонжорно. Салюти дали Италии. Пьено ди соли. Уже вот так по-итальянски. Абсолютно все говорят, что итальянцы такие общительные, такие темпераментные. Согласитесь, с непривычкой это может даже кого-то шокировать и показаться чуть-чуть неадекватно, да? Ну, честно говоря, да. Особенно, когда вот в первый раз попадаешь в Италию, сначала это немножко даже пугает, потому что, ну, во-первых, у итальянцев такое понятие, как дистанция, его нет. То есть вы сейчас понимаете, что вот в этот вот такой деликатный период, в котором мы сейчас живем, когда надо как раз таки всем быть на дистанции, для итальянцев это очень сложно. Они любят очень обниматься, они любят целоваться. То есть даже если ты приходишь к друзьям, которых ты, к друзьям друзей, извиняюсь, которых ты никогда в жизни не видел, на себя начинают все прыгать и целовать, в общем-то. Ну и там, ой, чао-чао, комэссай. Это действительно так. Кстати, вот ты мне напомнила одну вещь. Когда я приехала сюда, первый раз мы пошли в гости, то есть у нас как-то люди, ну, примерно сколько? Ну, метр где-то, на расстоянии метра, может быть, 50 сантиметров, когда мы общаемся. Они очень близко к тебе подходят. И я вот вспомню, я первый раз, я отхожу обратно, а они ко мне опять подходят. Я отхожу обратно, а они меня загнали в угол. У меня уже негде. И вот стояли, вот так вот на меня дышали. Но сейчас, вот честно тебе скажу, Аллочка, прожив здесь уже почти 15 лет, мне уже вот этого не хватает, когда я приезжаю в Беларусь. Вот мне хочется, чтобы на меня кто-то напрыгнул, поцеловал, так это по-нашему, по-итальянски. И да, конечно, может вначале показаться, что да, они немножко сумасшедшие. Но еще тебе хочу сказать одну такую вещь. Есть итальянцы-итальянцы. Здесь очень большая разница между северными и южными итальянцами. Чем, скажем так, ты южнее находишься, чем город южнее в Италии, тем вот эти вот обнимашки-целовашки сильнее. Как бы они очень эмоциональны. Ну, я думаю, здесь все-таки идет подпитка солнечная. Все-таки страна солнечная, страна достаточно теплая, даже зимой достаточно теплая. И у людей как бы вот много энергии. И они вот таким образом как бы ее используют. Итальянцы любят знакомиться с новыми людьми? Вообще это нормально, когда ты приходишь в магазин и начинаешь с незнакомым человеком разговаривать с барменом, официантом, еще с кем-то там, продавцом? Совершенно незнакомо. Скажем так, в магазинах, в барах это абсолютно нормально. Они, может быть, даже тебя и спросят, как дела, как там тебя зовут. Если слышат, что ты говоришь, может быть, на английском языке или с акцентом, спросят обязательно, откуда ты, нравится ли тебе в Италии, естественно, чем ты занимаешься. Это нормально. И этого бояться абсолютно не стоит. То есть это не потому, что, может быть, человек потом хочет какого-то продолжения. Это абсолютно не обязательно. Но вообще, да, они очень, скажем так, чувственные народы. Они любят проявлять свои эмоции все. И вот мы, наверное, привыкли видеть итальянцев по фильмам итальянским, где, например, Марчелло Мастрояни, София Лорен. Кстати, мы называем Софи Лорен на французский манер. Итальянцы ее зовут София Лорен. Ее зовут София Лорен. И не Софи Лорен, как мы. Вот. И это больше все-таки южные итальянцы. Вот то, что мы видим, что они жестикулируют. Наверное, может быть, немножко хитрые вот такие вот бывают. Это казинисти. Есть такое слово. Казинисти – это люди, которые, ну, устраивают бардак такой, в общем-то. Это больше южане, потому что там еще больше солнца. И вот они, именно у них очень много энергии. И здесь северные, я думаю, в некотором, в чем-то они очень похожи на нас, северяне. Они более спокойные, они вот там работают, отдыхают. Но, конечно, чем они не похожи, это действительно вот эти вот вся душа нараспашку у них сразу. Говорят, что 60% информации, которую мы получаем при общении, мы получаем именно даже не из слов, а вот из мимики, из жестов. И тут я понимаю, что итальянцы – чемпионы мира и в этом, правильно? Ты уже выучила язык жестов, да? Да, да, да. Сейчас я вам все расскажу, да, очень быстро. Ну, начнем с самого хорошего, когда детки или, например, пришли вы в гости, вам что-то очень понравилось. Мы как обычно говорим? Мы так гладим животик и говорим, ой, как вкусно, да, или там ням-ням-ням-ням-ням. У них вот этот вот жест. Это немножко странно, да, и это значит, ой, как вкусно. И это значит, что, ой, нам так понравилось, спасибо большое. Есть еще вот такой жест. Как ты думаешь, что это может значиться? Ну, это значит, наверное, ты в своем уме? Нет? О, правильно, примерно, да. Потом, если мы опускаем чайные пакетики в чай, но только не вот так, а вот так, это значит, что тебе надо, чего ты хочешь. Ну, можно одной рукой, можно двумя. При этом они еще иногда этот жест добавляют с восклицанием «бэ», не «бэ», там, как вот наш козлик, а именно «бэ», очень такое короткое. Это значит, типа, что надо? Чего тебе надо? Сейчас давайте еще один жест, ну, просто, чтобы посмеяться Алла. Расскажу тебе. Ручки в сторону. Так. Я не знаю, это так видно, да? Ну, так немножко в сторону. Значит, плечики наверх, грудь вперед. Так, голову немножко назад и сделай такую официанную. Это значит, я не знаю, да. Они очень это любят. Ну, ребята, конечно, очень эмоциональные. И они даже, когда разговаривают, во-первых, они жестикулируют. Ну, опять-таки, пожив здесь уже достаточное количество лет, я тоже люблю сейчас жестикулировать. И еще одно качество я здесь приобрела. Итальянцы говорят очень громко. Они именно говорят нам вначале с непривычки, кажется, что они кричат. Но это не так. Они так разговаривают, потому что, ну, вот, наверное, вот энергия из них, вот эта вот вся выходит. То есть очень редко можно услышать человека, который тебе будет говорить, послушай, Алла, вот они тебе сейчас покажут. Нет, это будет с криками там все. Ну, не с криками, а именно это будет очень эмоционально. С жестами. То есть они все будут рассказывать. Если вы вдруг потеряетесь в Италии, это абсолютно не страшно. Даже если вы не знаете итальянского, даже если человек, который не знает ни одного слова ни по-английски, ни по-русски, это тоже не проблема. Он вам все объяснит на пальцах. Я не знаю, как они это могут делать, но у них это получается. Слушай, Полина, вот ты сказала, итальянцы говорят очень громко. Но, по-моему, они говорят еще очень быстро. Вообще, в итальянском скороговорке есть? Потому что, мне кажется, вообще сплошная речь скороговорка. Есть у них скороговорки, но я их не знаю. Я их не использовала. Но темп быстрый. Они очень быстро говорят. Очень быстро говорят. То есть я могу сказать, что вот если даже в полуха я слушаю итальянца, но смотрю за его жестами, я все равно его пойму. Ну, примерно да. То есть они вас не оставят в сомнениях. Они будут вам доказывать, кричать, рассказывать, пока вы не поймете. Поймете все. То есть будут мебель переставлять там, не знаю, показывать вам жестами предметы какие-то. А, кстати, вот я сказала насчет мебели. Тоже хотела это рассказать. У нас есть такая идея, что под Новый год итальянцы выбрасывают мебель. Мне очень хотелось узнать это, но я ни одного итальянца не видела, который совершает этот ритуал под Новый год. Я только знаю, что да, единственное, под Рождество, под Новый год, они очень хорошо все выдраивают просто квартиру, и они выбрасывают старые ненужные вещи. А если есть какие-то вещи, возможно, старые, но еще в хорошем состоянии, они обычно там либо в церковь, либо на какие-то нужно какие-то ассоциации. То есть то, что может быть не использовано, но еще в хорошем состоянии. И в продолжении этой темы хочу тебе сказать, что итальянцы, они очень любят детей. Раз, это дети для них, это почти что святые. То есть дети у них могут делать абсолютно все. И собак они очень любят. Собак, животных, домашних животных. И у них есть вот даже называется это приюты для бездомных собак. Очень много их здесь. Причем очень многие приюты, это не частные, это именно государственные. Если кто-нибудь вот был в Италии, ну я говорю про север Италии, не знаю, как на юге, вы, наверное, заметили, что по городам не бегают бездомные кошки и собаки. Это происходит именно потому, что очень много волонтеров, которые ходят, смотрят, где есть какие-то собаки, может быть, коты, какие-то животные, они их подбирают, определяют в этот приют, и там работает очень много волонтеров. То есть даже вот многие родители приводят детей, ну я не говорю маленьких совсем, ну может быть там 15, 14-15 лет, чтобы они именно там выгуливали этих собак, то есть приучают их. Они действительно любят очень животных, и вообще у них вот волонтерская работа, у них очень развита здесь. Тоже я заметила, и мне эта вещь очень нравится. Я не знаю сейчас уже, конечно, как в Беларуси, но, например, вот у них на машинах скорой помощи, когда выезжают, у них, например, два волонтера и один врач. То есть врач, он там осматривает пациента, что, а волонтеры, они уже там помогают, это люди обученные. Их вначале, ну как обучено, это не иметь сестра и нет брата, естественно, не этот уровень, но в любом случае они там могут померить давление, сделать укол, не знаю, они не могут распознать, какая у тебя болезнь, но вот, не знаю, там если ты поперхнулся и не можешь дышать, они тебе, ну вот первую помощь они тебе окажут. И вот эта вещь мне очень нравится. Здесь еще есть такое понятие для пенсионеров, например, называется университет третьего возраста. Это тоже волонтерский проект. Люди, скажем так, пожилые, которые уже на пенсии, это относительно стоит в год, 70 евро стоит вот в год. Но меня что удивило, там преподают, преподаватели, естественно, они все носители языка. То есть все, возможно, люди, которые когда-то переехали жить в Италию, они прекрасно все говорят по-итальянски, но вот они преподают немецкий, английский, французский, испанский, вот русский. Я тоже преподавала в такой ассоциации, и это было прекрасно. Они учат рисовать пожилых людей, там, например, или заниматься декупажем, есть гимнастика, они ходят в бассейн, занимаются тайчи. То есть, ну, это очень хорошее. Я думаю, что это действительно очень хорошая идея именно. И люди пожилые имеют возможность общаться. Молодые, вот как преподаватели, или также пожилые люди, имеют возможность как бы преподавать и чувствовать себя нужными. Полина, вот мне очень хочется расспросить именно вот про локдаун. Я так поняла, что итальянцы очень общительные. Основное место препровождения свободного времени это улица, вот эти столики на улицах, бары, рестораны. Вот как итальянцы со своей сверхобщительностью, как они переживают такой непростой времени? Непросто. Мы это всё переживаем. Прости меня за масло масляное, но это действительно людям очень сложно. То есть, ну, ты, наверное, знаешь, что после Китая Италия стала второй страной, где, ну, очень сильно нас накрыло. И сейчас накрыло, по сути дела, всех. Тяжело это переносится всё. Ну, начинаем уже привыкать. А что делать? То есть, вот люди отмечают дни рождения по скайпу, по зуму. Нельзя ходить в гости. Нельзя обниматься, целоваться. Но как-то вот пытаемся держаться. И очень надеемся, что всё это, как бы, закончится. Но итальянцы, хочу ещё сказать, они, в принципе, они оптимисты. Достаточно оптимисты. Всё-таки вот эта вот надежда, вера есть, что вот, может быть, вот в этом году всё-таки, ну, выкарабкаемся мы. Ну, или будет немножко полегче, а в следующем будет совсем хорошо. То есть, ну, как-то вот здесь такая вот идея. Вот, тем более, сейчас уже нам привезли вакцину. То есть, потихонечку начинают все думать, ну, может быть, наконец-то как-то всё уладится. Полин, я так понимаю, что итальянцы, они получают по максимуму удовольствие от жизни. Правильно? Правильно. И даже в таких вот ограниченных условиях, какие сейчас есть в Италии, они умудряются, ну, вы умудряете, что-то придумывать для того. Это ты понимаешь, к чему у них сейчас следует? Да-да, я понимаю. Ну, во-первых, у нас люди, вот как я говорю, мы отмечаем праздники все поздно. То есть, все подключаются, всё нормально. И здесь есть такое понятие, кстати, возможно, для туристов, которые первый раз приезжают в Италию, это может быть интересно. Например, вечером, когда вы прогуливаетесь, нормальное время, я не говорю, когда карантин, когда будет хорошее, нормальное время, когда Италия будет вся снова открыта. вечером, например, абсолютно необязательно идти в ресторан и платить в два-три раза дороже, потому что вечером как раз-таки это самая дорогая еда, скажем так. Если особо так есть не хочется, есть такое понятие, которое называется аперитив. В Милане, вот, например, от 8 до 12 евро на человека этот хэппи-ауэр стоит. Что это такое? Я рассказываю, опять-таки, как это было раньше. Сейчас все, все бары закрыты, поэтому это не очень актуально, но как это будет? Я верю, что так оно и будет. Вы приходите в бар, садитесь за столик, к вам подходит красивый официант или красивая официантка, спрашивает, что хотите, и вы выбираете какой-то коктейль, либо бокал вина, можно и безалкогольная. То есть все, что душе угодно. Можно пиво, то есть какой-то напиток вы выбираете. Она уходит, и в этот момент вы можете спокойно заходить в сам бар. То есть обычно у них бары на улице находятся, на открытом воздухе. Но не все, правда. И стоит там шведский стол. И там всякие маленькие штучки, например, там чипсы, пицца порезанная, какие-нибудь там колбаски, кусочки сыра, салати какой-нибудь рисовый холодный или, может быть, просто салатик, фрукты, овощи какие-то, бутербродики, маленькое все это такое. Аперитив – это у них как бы время, когда они, ну, еще как бы рано ужинать, но уже немножко хочется. Вот. И это время, когда они собираются, итальянцы собираются либо с друзьями, либо с семьей, ну, чаще всего с друзьями, конечно. Можно с коллегами, какой-то такой выход в свет, просто чтобы пообщаться. То есть вот они заказывают какой-то напиток себе, немножечко кушают, но как бы вот это вот немножечко покушать – это понятие такое очень растяжимое, потому что, ну, итальянцы, конечно, они любят покушать. И вот это вот вы можете сидеть там и кушать, и, скажем так, попивать ваш коктейль, ну, по-моему, это где-то с шести, до восьми тридцати вот обычно. Вот все это время можете сидеть, вас никто оттуда как бы не попросит. И, ну, это действительно такое вот время, когда итальянцы расслабляют, вот сидят такие расслабленные и общаются. Просто это время для общения и для встречи с друзьями. И давай немножко про этот вот знаменитый апельсив итальянский. Ну, во-первых, есть разные коктейли, но сприт, я хочу сказать, что это один из самых популярных коктейлей. Я не помню, итальянский ли это коктейль, но его очень любят. Вообще, есть разные здесь коктейли. Вы можете даже сами сказать, я вот хочу вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот смешайте мне, пожалуйста, вот так вот, они вам все сделают. Даже если у них в меню и в этой карте вот нету этого коктейля, можете попросить. Если у них все есть, все продукты есть, они вам все принесут, как хотите. То есть никто вам не скажет, нет, нет, нельзя. Ну, естественно, у них должны быть эти напитки или какое-то все. Но вот один из самых любимых коктейлей это шприц. Он у них называется спритц. От него, скажем так, такое чувство расслабления легкое, но не более того. В основном ребята вот именно наслаждаются общением. То есть бокала вина на вечер абсолютно достаточно. Главное это общение. И это, наверное, вот черта, я думаю, европейская. Все-таки вот у нас надо, чтобы поели, выпили. Ну, это хорошо, это, конечно, хорошо. Здесь именно отличие у нас какое, что я знаю, что люди могут немножко как бы тоже смотреть странно и сказать. Так, как это так? Мне предложили бокал вина за весь вечер. Да, вам предложили бокал вина. Ну, можете, конечно, попросить еще, никто вам не откажет, но это абсолютно нормально. Ой, Полин, спасибо тебе огромное за разговор. Спасибо за твою энергию, спасибо за солнце. Вот я смотрю, у вас там солнечный день сегодня, да? У нас солнечный день, но у нас холодный день. Это вот в первый год, наверное, за лет 10. Минус 5, но это холодно для итальянцев, они уже мерзнут, конечно. Вот, но, в принципе, сейчас солнечные не пошли, да. Вот. Так что приезжайте, приезжайте в гости, будем оперетивить, будем общаться с жестами и будем собирать мебель, да, которую выкидывают итальянцы на Новый год. Приезжайте обязательно, ребята. А прощаются итальянцы, так? Что они говорят? По-разному. Если мы с тобой как друзья, то мы говорим чао. Так же, как у них чао, это привет и чао, и пока. Если мы с тобой на вы, тогда ариведерчи, или еще лучше, ариведерла, синьора. Чао, чао, Полина, очень люблю тебя. Пока-пока. Пока-пока. Действительно, итальянцы получают максимум удовольствий от жизни, от самого процесса этой самой жизни, от походов по барам, по ресторанам, от вина по вечерам и кофе по утрам, от послеобеденной сиесты, от солнечной погоды, от всего-всего, что есть в итальянской жизни. Короче, поменьше тревог и забот, побольше общения и всего самого приятного в жизни, именно это и может стать девизом итальянского образа жизни. Если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях. Ну а если вы, белорусы, живете за пределами Беларуси и хотите стать героем очередного выпуска, можете оставлять свои контакты. Всем удачи. Пока-пока.